Привет, команда! Давайте обсудим крейсер Конгресс, или как его еще называют Аляска на минималках. Видео покажу бой, который убедит часть сообщества в том, что это имба за дублоны, которую я совершенно зря хейтил пару лет назад. А также разберемся, что же у меня в итоге-то получилось, спасти свое морское братство от потери дублонов или от покупки имбочки, которая сейчас рвет рандом на части. Жмите лайк, если не любите терять эту валюту на сомнительные корабли и присаживайтесь поудобней, видео будет, как мне кажется, полезным для всех. Только расставим сразу точки над Йо. Обзор все еще актуален, и потому не вижу смысла его переснимать, потому если вам интересен подробный разбор всех параметров с оценкой и подводными камнями, ознакомьтесь с обзором по ссылочке в подсказках. Я аж дальше в этом ролике буду упоминать лишь вскользь ключевые особенности этого корабля, среди которых однозначно необходимо отметить сверхъестественную для уровня возможность влияния на ход сражения через жир и через расходники. Первый кит обусловлен тем, что перед нами большой крейсер, который в условиях песочного боя способен не хуже линкора выстоять под ограниченным фокусом, особенно если окажется в топе. Ну а второй, в том, что РЛС на восьмом уровне еще и имеет достаточно высокий вес в борьбе с инвизными пакостниками, особенно если этот РЛС американский, долгий по времени и длинный по дистанции. И все это не просто мои выдумки, сделанные на коленке, а фактически вывод из цифр статистики, где у крейсера лидерские показатели потенциалки и винрейта на восьмом уровне. Это вполне достаточный показатель для того, чтобы подытожить тем, что перед нами имба и бой на фоне, где я пользуюсь именно этими инструментами, может только лишь убедить в этом всех остальных. Но подводные камни, как и суперсилы, также подсвечиваются статистикой. Нужно просто не забывать поглядывать на картину целиком. Во-первых, статистиков не репрезентативно, ведь играло на этом корабле в последний месяц слишком мало игроков, что ограничивает выборку как по скилу, так и по ситуациям, потому есть место перегиба. Также, обратив внимание на опыт, можно заметить, что конгресс помогает побеждать в своей команде активации РЛС, но самой ситуации вытягивает немного, что также подсвечивается скромным уроном. И вот это уже объясняется по мне особенностями артиллерии. Ну а в-третьих, самое вкусненькое тут в том, что жир еще не значит выживаемость, что показывает графа «Выжил», где конгресс ощутимо отстает от моего любимчика Атага, который, не имея имбового расходника на борту, именно что вытаскивает свои сражения по урону, опыту и живучести, что особенно выделяется, если цеплять статистику корабля на малой выборке. И ведь корабль-то в целом-то очень неплохой, а самое главное, что гибкий, что и создает косвенно эффект имбовости. Только его мало кто рекомендует, хотя в моем обзоре лучших кораблей Адмиралтейства за дублона он присутствует, и я думаю, что не за просто так. Ну а вот этого всего в сумме мне таки хватает для того, чтобы усомниться в том, что конгресс имба. Ведь, как я думаю, имба это тот корабль, который на ТДХ позволяет любому игроку вытаскивать. И по умолчанию имбой не может быть узкоспециализированный корабль. С другой стороны, сильный игрок способен любой корабль, зная сильные стороны, показать красиво и создать обертку с ярким вызывающим ярлыком имба, если команда противника ему помогает. Но тут, как говорится, главное заметить, что в этой картине будет главным совсем не корабль, а прокладка между штурвалом и сиденьки. Бродина, ради бога. Пристрелите его уже. Блин, даже обидно, он ведь бортом к тебе. Почему ты его проигнорировал? Ну ладно, мне зато фрага дал. Я от фрагов отказываться не буду. Блин, да он фугасами, господа, он фугасами фигачит. По репульсу, ну ой, я чувствую, у этого Бородинов все схвачено. Чувствую, у этого Бородинов будет главным тучином нашей команды. Не, с такими тучинами я предлагаю вперед не идти. Осторожненько пореализуем бронебойки с дистанции. Кто-то же на этом фланге должен работать с бронебойками, я что думаю. Просто репульс, это такая лапочка, господа. Такой, такой мягенький пирожочек, что я вообще... Не, ну я его, конечно, понимаю, Бородинов разочарован в своей артиллерии, но настолько быть разочарованным. Это что-то прям совсем что-то для меня из ряда вон. Ёшки-дрёшки. Танкист, танкист. Ну ты прям показываешь для меня новые грани реализации Гасконни. Вот, честное слово. Надеюсь, ты услышишь меня, когда потом в стриме будешь этот момент пересматривать. И поймешь то, что Гасконни на ней не про это. Зря ты, зря ты упоролся. Ой, зря. Ну, если заторанишь норку, то это будет, наверное, лучшее, что ты можешь сделать из этой боевой ситуации. Ну, и то, вряд ли ты дойдешь до тарана. Что, кстати, удивительно. Я думаю, что ты успеваешь. Так, ну вот мы вступаем в бой. Лозо, Такао. И я, надеюсь, заряжаем бронебойки. И сейчас будем бить лица по самое небалуй. Живи. Есть цитадель. Жаль, кто не дожил до этого, но мы попытались. Прекрасно, прекрасно. Расчеты ПВО в боевой готовности. Надо было раньше это сделать. Ну, ладно. Что приказом? Небаланки устранены. Ты шо? Ты шо творишь? Не бей меня. Блин, ладно, бей меня. Просто бортом оставайся. Союзники, сфокусировать огонь на цели. Спорим, он торпеды уже в миг кинул. Долго слишком ждет. Торпеды прямо по курсу. Я просто мастерски уворотчика торпеды. Господа, бейте, бейте, ки. Союзники, передаю координаты важной цели. Нужна помощь. Концентрировать огонь на указанной цели. По-моему, он догадался, да? Так, ну ничего себе, ты какой маневр делаешь. Поздно. Точка взята. Да ты мне по башне поломал. Ну все, точно. Пришло время хилки есть. Да что ты какой везучий ты, черт побери. Мог бы уже давным-давно отправиться в корт. Желательно от меня. О, эсминчик себя демаскировал. Слушай, а может правда это тот самый бой? Потому что, ну, осталось фугасы реализовать. По бронебойкам что-то смогли. По танковке тоже вроде что-то смогли. Сейчас РЛС еще. Кажется, кто-то увлекся. О, и фугасики пошли. Десятка, по-моему, насколько помню, РЛС, да? Нужна разведка. Не, дружочек. Вышел из дымов. Показал, что ты вышел. Что птицать? Это что тебе пристрелить-то? Как же тебе не прет кит? Вот примерно так же, как мне не везет. На авика, который понял бы, да, что... Ну, я просто у него подсосу вот этот вот фраг. Блин, нуээээ. А там дальше ему деваться некуда. Сам пойдет мне светить. Авика еще, кстати, попинать бы. Но я мыслю стратегически. Нашего лопуха авика... Я просто уверен, что я свечусь же. Ну, ладушки. Развлекайся, авик. Я тоже развлекусь. Вообще не понимаю, что заставляет авианосца игнорировать эсминца под боком. Когда этот эсминец под боком у авика, да? Что, черт убери? Не понимаю. Моя не понимать. Ну, и я и не обязан. Я сейчас еще парочку циточек выбить. И все вообще замечательно пойдет. Поддержка есть. О-о-о-о-о-о. Ну, Крякина не дали. Крякина не дали, зато 1, 2, 3, 7, 7, 5. Ну, звучит неплохо. Ну, а на этом все. Надеюсь, видео было вам полезным. И вы подписались на канал и прожали лайк. Мне же осталось напоследок лишь поблагодарить зрителей, чье внимание и поддержка спасли канал от забвения. В особенности это касается Короля Морей Чинчипоса, Морских Драконов Сруль, Башу Дегет, а также Адмиралов, Константина Пучкова, Паранойка, Алексея Емельянова, Дмитрия Виноградова, Костя Каташлыкова, Михаила Рубцова, Денчика Иванова, Тема Казаринова, Максим Антюхина и Уральца. Желаю вам всем крепкого здоровья и комфортного рандома, а также внимательности, чтобы не повестись на манипуляции и всегда смотреть в корень, пока остальные разглядывают обертку. Пока-пока и до связи в новых видео на ТВ Гетфан.